Наследие СССР, как появились воры в законе. В течение 2016-2017 годов из Украины выдворили более 10 воров в законе. В полиции заявляют, что большинство преступников присланы в Украину из России родины воров в законе, etc. разбирался, когда и где появились первые криминальные авторитеты. Факт. Первые воры в законе появились в 1930-х годах в СССР. Подобный титул в криминальном мире получали лишь авторитетные преступники, следовавшие жестким правилам. Интересно, что подобное явление в преступном мире характерно лишь для СССР и постсоветского пространства. Аналогов воров в законе в мировой криминальной практике не существует. Причиной появления воров в СССР стало выделение среди уголовников отдельной касты воров, так называемой масти. Воры в законе называли себя хранителями традиций криминального мира и пропагандировали неподчинение власти. Одной из версий является создание воров органами НКВД для управления политическими заключенными. Уголовники осуществляли внутренний надзор в лагерях и тюрьмах Советского Союза, принуждая узников к труду. Некоторые исследователи считают, что воры в законе появились при Иосифе Сталине. Именно при нем число законников выросло до 10 тысяч человек. Существует предположение, что Сталин лично контролировал весь преступный мир СССР, сделав воров социально близким элементом. В лагерях и тюрьмах уголовники находились в привилегированном положении. В СССР воры в законе контролировали преступный мир, включительно с местами отбывания наказания. Они считались выше врагов народа на несколько порядков, не работали, а также имели в услужении так называемых «шестерок» из числа мелких воров. В трудовых лагерях при попустительстве администрации регулярно происходили убийства под их руководством. В колониях и лагерях воры в законе не работали, им было запрещено трудиться. Обычно криминальных авторитетов назначали на должности бригадиров и нарядчиков. Правило, в преступном мире существовал и существует свой свод законов, так называемых воровских понятий которым следовали преступники. Воры не должны были вмешиваться в политику, сотрудничать с правоохранительными органами, иметь семью и долгосрочные связи с женщинами. Высшая каста преступников обязана была платить деньги в воровской общаг, поддерживать воровской порядок среди находящихся в заключении, а также чтить воровские традиции. Отметим, что современные воры в законе живут по упрощенному и более мягкому своду законов. Коронация вора в законе происходит на так называемой сходке. Она же и лишает уголовника титула в случае нарушения им воровских законов. Вора коронуют при условии поручительства двух авторитетных законников. Большим уважением в криминальной среде пользуется коронация в колонии. Воры в законе чаще всего имеют особенные татуировки, подключичные звезды, орел с короной на голове, указывающие на их титул. Сходки воров часто проходят под прикрытием массовых мероприятий, таких как свадьбы, похороны и другие праздники. Случаются сходки в лесу и тюрьме. На своеобразных собраниях законников обсуждается уголовная стратегия «Судьба предателей зоны влияния». Также на сходках выбираются наказания для нарушивших воровские законы. Наказания бывают четырех видов – пощечина, за оскорбление, удар по ушам, лишение титула вора, смерть, за измену или сотрудничество с правоохранителями, а также финансовое наказание, которого ранее не существовало, предусматривает штраф за провинность. Современность. Во времена СССР вором в законе мог стать лишь преступник, имеющий судимость. Впрочем, сейчас нередки случаи покупки титула за деньги. Таких воров в криминальных кругах называют апельсинами.